7 лет назад в жизни школы номер 8 произошло важное событие. Ей было присвоено имя летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Виталия Севастьянова. С тех пор День космонавтики здесь особо почитаемый праздник. 12 апреля на торжественном сборе пионерской дружины побывала и наша съемочная группа. Готовясь к мероприятию, ребята вместе с преподавателями провели большую работу. Организовали выставку книг «Человек и космос», нарисовали с ним газеты, подготовили мультимедийную презентацию. Особенно волнительно для них было выступать перед почетными гостями. Одной из первых к ребятам обратилась ветеран педагогического труда Людмила Кармазина. Мой класс, отряд носил имя Титова. И в это время, после полета Титова, мы решили написать ему письмо. Мы даже не ожидали, что он не только ответит на наши письма, но и пришлет нам вот эту книгу. Переписка между Германом Степановичем Титовым и белореченскими школьниками продолжалась не один год. Космонавт давал ребятам советы, а они в ответ рассказывали о своих достижениях. Ветеран педагогического труда Елена Васильевна Ефимова, в свою очередь, рассказала школьникам о книге с автором которой была ее сестра, много лет проработавшая в научно-исследовательском институте, который готовил ракеты к запуску. Ребятам тоже было о чем рассказать гостям. Школьное научное общество Эврика уже более пяти лет ведет работу над проектом «Пусть звезды опять нам назначат свидание». В своих выступлениях ученики седьмого А-класса рассказали гостям об итогах трех экспедиций, целью которых был сбор информации о летчике-космонавте Виталии Севастьянове, а также других людях, которые вносили весомый вклад в освоение космоса. Этой тематике в разные годы были посвящены тысячи стихотворений, но особое место среди них занимают те, в которых воспевается первый полет человека в космос. Продолжила мероприятие Викторина, в которой ребята закрепили полученные знания. В завершении мероприятия слово снова взяли ветераны. Они поделились со школьниками своими воспоминаниями, интересными фактами и поздравили ребят с праздником. «В 62-м году я был призван в вооруженные силы вторично и был направлен на космический космодром Байконур. Направлен в службу, энергослужбу». «У нас был преподаватель, который был дружен из фронта еще с космонавтом береговым. И нас тогда, вся наша группа, пригласили в «Звездный городок». «Тогда еще немного людей ездило, был такой секретный, конечно, объект. Тогда это был, да, легче, как космонавты. Жили в таких скромных пятиэтажках, в таких панелях типовых. Ничего тут такого особенного не было». «Сейчас здесь день космонавтики. Так вот, день космонавтики для вас он должен продолжаться и дальше. Учитесь, проектируйте, делайте. И я надеюсь, что из вас сидящих здесь, кто-то побывает на Луне, кто-то побывает на Марсе, на Венере. Есть ли там жизнь, тоже неизвестно». «Мы не знаем, станет ли кто-то из ребят летчиком или космонавтом, но в приоритете победителя космической викторины Александра Контиша именно эти профессии». «Я дома читала много дополнительной информации и в будущем я хочу связать свою профессию с космосом. Мой кумир – это Юрий Гагарин, так как он первый полетел в космос, и я хочу равняться на него». Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и людям.